всем привет в этом видео хочу показать вам как правильно надо посынковать томаты покажу на нескольких сортах потому что каждый сорт имеет свою форму кустика и разные посынкуются принципе по-разному вот смотрите на мой взгляд самый идеальный вариант это когда томаты вот таком состоянии то есть рассада уже высотой от 30 до 40 сантиметров уже хорошо сформированы два побега которые видно и вот в таком вот состоянии удобнее всего посынковать вы уже видите что у вас есть два ствола и все остальное то что лишнее сейчас обрежу покажу вам это все удаляется чего удобно в таком вот в возрасте потому что вот эти все посынки не уже большие видите их можно легко увидеть не пропустить потому что когда маленькая рассада посынки совсем маленькие и часто нету верхушки я найду попробую найти небольшой томатик где не видно вот смотрите даже уже нашел здесь вот видно все посынки которые надо удалять 2 2 ствола даже можно оставить третий сформировать 3 кто как хочет а вот смотрите я сейчас пройдусь вот такая вот рассада которая идет 20 сантиметров здесь смотрите не видно еще верхушки здесь не видно где идут стволы и пасынки вот смотрите какие маленькие их еще даже не видно что пасынковать вот такой кустик надо еще оставить не пасынковать смотрите колорадский жук отложил свою личинку это надо удалить вот такой томатик еще порастет мы его не пасынку им будут пасынки побольше тогда и пропасынку им ну а этот вот томатик смотрите вот он я беру ножницы и вот это все то что нам не надо мы обрезаем ножницами удобно оставляем только два ствола можно не только ножницами но и руками вот смотрите они обрывается легко даже на этом покажу кустики все вот можно ручками обломать аккуратненько это все обрывается и вот этот томат считается пропасынкованным даже можно этот листик обрезать он не нужен вот пропасынкованный томат давайте посмотрим другой еще какой-то сорт вот смотрите тоже есть томатик здесь пасынки уже хорошо видно вот сформировался это основной стебель и вот второй стебель идет мы его тоже будем оставлять вот этот просто обрезаем этот листик тоже уже можно убрать я даже вот этот удалю и вот томат пропасынкован этот смотрите тоже уже можно посынковать вот такой видно 1 2 вот два стебля это все лишнее удобнее всего ножничками не так вы будете пальцы промазывать обрезать легко и удобно давайте еще на каком-то давайте посмотрим пример например вот такой томат это штамбовый и невысокорослый то низкорослый сантиметров 80 он будет что здесь надо делать здесь мы только обрежем вот это все нижнее удалим вот эти все пасынки которые здесь есть мы их оставляем потому что это низкорослый а здесь рядом от растет я развернусь может быть лучше видно вот все обрезаем это пасынкование и обрываются нижние листья ну вот здесь видите сорт со сложным соцветием это какой-то крупноплодный будет вот я хочу этот оставить три побега один второй и вот третий оставляю три побега сформируем его в три побега на каждом побеге будут кисточки и будут плоды можно 3 удалить формировать в 2 без проблем вот пестрый пестрыми листьями полосатыми здесь это высокорослый я уже наперед знаешь это высокорослый поэтому смело удаляю все кстати этот смотрите даже ствол полосатый может лишь на плохо видно но он полосатый здесь вот один и второй побеги будете два побега формировали покажу вам уже пасынкованные которые посажены чуть раньше они пропасынкованы раньше они уже большие вот посмотрите еще не подвязаны но здесь уже сантиметров 50 высотой куст все здесь уже удалил я и уже даже вот эти пасынки тоже чуть прошелся и вот завязывается плодики дня буду подвязывать так что пасынкуйте высокорослые томаты это добавит вам урожайности будут по первых плоды крупнее они не так загущенные и все будет отлично всем пока